Я признателен, что приняли наше приглашение посетить в очередной раз Москву для продолжения наших контрактов по самым разным вопросам. Только что мы провели раздельные двусторонние переговоры и вот сейчас втроем продолжим наши усилия по реализации тех задач, которые вытекают из договоренностей наших руководителей, президентов Азербайджана и России, премьер-министра Армении в отношении проблеморегулирования, во-первых, карабахской проблемы, но в более широком плане задачи нормализации, полноценной нормализации отношений между Баку и Ереваном. Мы за то, чтобы все эти трехсторонние договоренности во всей своей полноте, во всей своей взаимосвязи уважались и воплощались в жизнь. Россия заинтересована, кровно заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе и мы будем продолжать. Согласие сторон, которые, как я понимаю, подтверждено, наши усилия направлены на стабилизацию обстановки и на армяно-азербайджанской границе, и на решение гуманитарных проблем, разблокирование экономически-транспортных связей, развитие контактов между людьми по линии гражданских обществ, экспертов-политологов, парламентариев, сегодня я бы хотел предложить вам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы всячески мочь в его согласовании, используя свой экспертный потенциал и добрые отношения с нашими друзьями, представленными здесь. Рассчитываю, что мы в такой прагматичной, конструктивной атмосфере обсудим все эти вопросы. Я вас еще раз приветствую. Джехун Азеевич, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Сергей Викторович. Рад Самвела, члены делегации. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить российскую сторону за приглашение, организацию сегодняшнего раунда переговоров. Мы последний раз в таком формате встречались чуть более двух месяцев назад. С тех пор было большое количество встреч, контактов и на уровне лидеров, на уровне вице-премьеров. Командами встречались министры иностранных дел. И по самым разным трекам постконфликтного армяно-азербайджанского урегулирования динамика переговорного процесса достаточно высока. Наверное, откровенно должны сказать, что результаты несколько уступают динамике самого переговорного процесса. Но при всем при этом, наверное, было бы неправильно говорить, что положительных результатов вообще нету или не существует. Сегодня, думаю, что так же будет возможно пройтись, обменяться мнениями по всему спектру вопросов. Но и традиционно в таком формате мы с аминской делегацией делаем, как правило, больший фокус на обсуждение остающихся статей мирного договора. Спасибо. Рад Савилович, пожалуйста. Уважаемый Сергей Викторович, у нас вы члены делегаций. Я тоже хотел бы начать со слов благодарности российской стороне лично вам за организацию этой встречи. Как уважаемый коллега заметил, наши встречи, переговоры по всем вопросам повестки дня достаточно интенсивные. Есть в некоторых вопросах результат конкретный, в некоторых вопросах есть видны какие-то перспективы, где стороны могут прийти к взаимному согласию. Но остаются, конечно, и проблематичные вопросы, где позиции сторон еще далеки друг от друга. Мы конструктивно настроены, ведем переговоры на всех площадках, по всем направлениям. К сожалению, ситуация на земле, в частности, незаконное закрытие Азербайджана-Блачинского коридора и блокады Нагорного Карабаха усложняет процесс переговора. Там сейчас, в Нагорном Карабахе, серьезный гуманитарный кризис. Как я уже имел возможность заметить, ситуация очень близка к самой настоящей гуманитарной катастрофе. Ситуация становится серьезнее час от часу. В Нагорный Карабах не поступают ни продукты продовольствия, ни медикаменты, нет остановленной подачи газа, электроэнергии и так далее. И если, к сожалению, опять замечу, если нам не удастся найти решение и Азербайджан не остановит вот эту локаду Нагорного Карабаха, гуманитарная катастрофа на земле, конечно, будет иметь свои отрицательные последствия и для переговорного процесса также. В целом, опять я повторю, армянская сторона настроена конструктивно. Будем продолжить переговоры. Спасибо. Давайте поблагодарим наших коллег из средств массовой информации. Продолжение следует...